Что ж, мы запустили игру, теперь смотрим. Art of Arnak. Включить звук. Вышла игра, как вы видите, 2006 года. Ну что ж, окей. Что мы видим? Играет очередная музыка, да. Инструкция, настройки и еще игры. Что тут у нас с инструкцией? В инструкции подробное описание, перемещение по карте, правая клавиша меню или подтверждение или джойстик, даже пишет. У кого там джойстик есть на телефоне. Огонь 5 или нажатие на джойстик. Ресурс. В игре присутствует два вида ресурсов. Металл и энергия. Они необходимы для строительства зданий. Создание армии шахты. Бывается в производстве металла. Эктористанция энергии шахты можно установить. Можно только на руднике. Строить шахты. Наведите на базу. Огонь. Тут есть как раз всего описание. Вот вы видите. Описание, описание, описание. Создание юнитов. Управление. Как управлять юнитом. Вот. Сколько тут всего. Ну ладно. Настройки есть. Громкость можно увеличить. Так. Легко. Средний. Так как здесь будет музыка. У меня там проблемы с записью. Музыку я просто вставлю. Легко, средний, сложно. Легко, средний, сложно. Легко, средний, сложно. Легко, средний. Ну ладно. Хайп пусть будет средний. Я не знаю. Давайте начнем микро. В 1945 году Германия Капитровилла. Как только армия Советского Союза пересекла ее границы. Это изменило ход истории. И привело к тому. Что в конце 20 века. Мир рассквелся на два союза государства. С одной стороны Североатлантическая конфедерация. Она включает в себя США, Канаду, Европу и западную часть Советского Союза. С другой стороны Большой Азиатский Союз, КГА. Объединявший Азию и страны Востока, захочущую в сочную часть Советского Союза. Но Центральной Сибири, десятки лет между двумя сторонами, растет напряжение. На почве экономического нравственности непрерывная гонка. Вооружение привело к исчерпанию самых необходимых природных ресурсов. Все чаще и чаще разгортаются локальные конфликты. Целью захвата клички стратегических важных территорий. Вам было честь управлять армией конфедерации. На Восточном фронте в Сибири это неспокойное направление. В последние месяцы здесь наблюдается активность армии Зеверского Союза. Командование конфедерации решило опередить противника и предпринять контрнаступление. Ну что ж, первая миссия НАК-ИГА. О! Командный пункт это сердце вашей базы. Оно должно быть хорошо защищено. Любое сооружение можно построить только в определенном радиусе. От командного пункта в первую очередь необходимо обеспечить добывание ресурсов. Постройте шахту, народники и электростанцию. Для этого зайдите в командный пункт, выберите сооружение и размечите его на карте. На панели выбора сражения слева показано ресурсы вот сверху слева. Да, мы видим ее постройки плюсы, имеющегося в наличии, показано в правом. Хм. Видим. 80-80 и 0 юнитов и одно здание. Право-верху экрана. Окей. Окей. Что ж, нажимаем окей. Итак, по поводу графики. Нельзя, я вам говорю, это будет у меня такой закон. Нельзя ни в каком, ни в каком случае сравнивать мобильную графику и компьютерную графику. Потому что это, это изверство. Это, это нарушает закон. Все, у нас будет такой закон. Закон Ява и компьютерных игр. Первое, это нельзя. Нельзя, это преступление. Нельзя сравнивать. Две. Теперь построите казарму и создайте несколько пехотинцев. Для этого зайдите в казарму, выбирайте тип юнити, укажите. Окей. Что ж, ну ладно, давайте мы построим казарму, как нам говорят. Но недостаточно... О, уже достаточно. Что ж, давайте построим еще одну шахту. Я думаю, это для ресурса очень хорошо. Вот. Вот карта. Вы видите, карта. Можно перемещаться где угодно, когда угодно. Можно видеть, когда юнити появляются всякие. Что ж, музыка. Советую вам музыку отключить, потому что музыка одна и та самая. Также в этой игре есть вторая часть и вторая часть. Часть еще одна. Ну, так что и онлайн. О них мы поговорим попозже. Построим еще здесь казарму. И делаем юниту. Есть тут пехота. И... Чтобы выбрать одного юнита, выберите курсор. Читаем. И нажимаем. Окей. Что ж, я думаю, предпочту взять тяжелую пехоту. Потому что мне кажется, она более сильна. Ой. Ой. Да, я предпочту взять тяжелую пехоту. Мне кажется, она более будет устойчива. И думаю, нам надо построить еще одну электростанцию. Также в игре есть бункеры, танки, ракетницы. Так, как эта первая миссия, мы вряд ли туда дойдем. До этого. Ведь недостаточно ресурсов, чтобы... Все вечно делаются юниты. Вот. Так. Как вам я говорю. Противники здесь очень хорошие. О, видите, уже нападение пошло. Вот мы увидим первое нападение. Что сказать по поводу графики? Графику нельзя сравнивать. Так что, для компьютерной игры 2006 года, 2005-2006, игра очень хорошая. Теперь, когда противник знает ваше местоположение, будьте готовы к новым атакам. Окей. Игра очень хорошая для такой графики. Мне, в принципе... Мне, в принципе, нравится. Не знаю, как вам. Но по графике я никогда не сужу. Ну, бывают случаи. Бывает хрень. Впервые эту игру я когда поиграл. Я был потрясен. Потому что она была такая интересная. Так хорошо прошел. Третья... Но только была запара на третьей миссии. Если у вас выпадут три запада с третьей миссии, пожалуйста, напишите в комментариях под видео. Я запишу видеоролик к этому. Как пройти третью миссию. Что ж... Давайте по сути. Графика. Я поставлю оценку. 7 баллов. Потому что... В некоторых 2006 играх 2006 года графика была на лучшего вида. Но... Это тоже неплохая графика. По поводу звука. Советую вам отключить музыку. И... Потому что одна и та самая музыка. Но если вам нужен гиптос, то можете выключить музыку. Музыка мне не нравится. Ну, один раз. Поставим один балл. О, на меня уже нападают ее. Карен Эмэне. Я уже расслабился, так сказать. Вот. Уже одну казарму даже уничтожили. Главное, чтобы штаб не уничтожили. Надо наделать много. Вот, что-то я сейчас еще заиграюсь. И забуду, о чем я говорил. Вот так. Ну, походу мы проиграли. Ну, ладно. Музыка тут надоедает. Сюжет мне нравится. Последняя миссия очень тяжелая. Так что всех, кто хочет пройти, я не скажу, чем игра закончилась. Здесь нету плохая, хорошая концовка. Но миссии очень сложные. Это было все.